И вот мы снова в деле. Обычно в платформерах четко распределён, куда лучше идти, потому что есть в Сонике, например, были низкие части уровня высокие. Тут я даже не совсем уверен, куда пристратиться. Кстати, я, наверное, должен был использовать этого чувака, чтобы придуть в правую часть экрана, но уже об этом речи не идёт. Все те же книжки про взрывы, про Homemade Bombs, в общем, какая-то поварённая книга анархиста везде валяется, в мелких вариациях. Я помню, страшный глаз Скорпион. Да, вот. Он, наверное, мне был нужен для этого всего. Вот разрабы, казалось бы, включили механику, что можно от некоторых противников, ну, от всех, пусть считай, буститься и прыгать выше. С другой стороны, мне сложно понять. Обычно разрабы к секреткам таким образом делают пароход, чтобы это было необязательно механикой, потому что ты, как бы, рискуешь своей шкурой, пытаясь запрыгнуть, например, вот к этой жизни. Жизнь не помешала бы в каком-либо виде, но, боюсь, достать без противника невозможно. Ээээ, а тут тупик. Чизи вот этим и привлекательным по-своему, тем, что всё тут странно. Этого противника, например, раньше не было, когда мы в первый раз заходили. Я прыгаю просто налево, просто налево. Я сделал, так сказать, прыжок вверх, потому что я не знал, что слева есть вот эти книжки, которые я могу прыгать. И это, должен сказать, не самый дружелюбный геймдизайн. Внизу, наверное, какая-то фигня, да? Внизу зелёная фигня, если я проиграл. Что у меня опять? А, ну, в этот раз не прыжок веры, поскольку я вижу часть платформы. Страшная фигня. Реагирует на моё присутствие. Я, наверное, опять же должен был запуститься от него, чтобы попасть сюда, да. То есть потихоньку начинаем просекать некий геймдизайн, некую логику происходящим. Она есть. В этом проблема главная в разборе Чизи. Многие скажут, это явно не игра на 4 из 10. Потому что есть свои достоинства, есть свои интересные задумки. Но в то же время имплементированы они, включены, весьма таким специфичным образом. Я могу одобрять определенные аспекты Чизи, но в целом... В целом игра оставляет достаточно странное впечатление. Изначально я планировал, кстати, этот летсплей сделать. Подожди, пока кто-нибудь не смотрит до конца. И потом, после того, как я вижу, что я просмотрел этот летсплей до конца, удалить его. Чтоб Чизи казался неким кошмаром ночным. Которого, возможно, был, возможно, не было. Ну, от этого сверху пацана я не мог никак выполниться. Потому что игра чем-то, в самом деле, интернет-кошмар. Ночной. С ними своими страшными монстрами. Скорпиона глазом. Признаю, в черепке мне немного рискован на нервы, вот эти вот. В прямом смысле возникает здесь ниоткуда. Я был бы бонно терпим. И одобряем, если камера была чуть подальше от персонажа. Это известный критическим, это игра, конечно. Но критика, тем не менее, справедливая. Не убил его. Некоторые пульки в него попали. Мне кажется, я по нему стрелял, но тут очень специфично. Понять, правильно ли ты стреляешь или нет. И боюсь, пятисердечек мне хватать не будет. На всю, блин, на всю последующую аферу. Совершенно. Потому что с Чиззи все чуть сложнее. По-моему, я никуда иду. Куда-то уж. Потому что чиппоинт вообще был справа. Я, как бы, в этом плане все неправильно сделал. Сильно ошибался. На скорпионов, как я понял, прыгать нельзя. Возможно, только на хвостовой часть нельзя. В целом, возможно, они самые... Они самые из безопасных. Смерть. Это ана. Сейчас нам должны предоставить континью. Да? Че-то маляк быстро пронесся. Да. Но, к счастью, все засчитало нам, как надо должно быть. Так, обратно к нашим баранам. И ведь континью — это здорово. Возможно, если собери в первом этапе несколько сыров и не умри сразу, это прохождение было более плавным. Без всяких спайков. Без всяких перерывов. Возможно, было бы меньше на новости в проле. Что, опять же, подтверждает. Еще одну идею, чейзи от типа хардкор. Могу ли я запуститься на нем? Ну, если он мне даст запуститься. Оп, оп, оп. Ну. Смогу ли я на нем запуститься на пол, вот, там, справа? Смогу. Какие механики-то? Так, пойду-ка я. Вообще, мне надо вернуться бы. Поскольку жизнь — это приятно. Вы смотрите, разработчики исчезлились, не секретки всякие, наподобие вот это вот. Которые приятны. Должен сказать, приятны. Забуститься на противне как-то весело. То есть, чейзи, в отличие от многих других плохих игр, безнадежно, типа Babs 3D и прочей мульти, не без своих интересных черт. Которые, возможно, не оправдывают их в целом. Но, по крайней мере, добавляют некую интригу во время их прохождения. И, возможно, это причина, по которой я продолжаю так сказать, играть. Кстати, эта арена знакомая. Мы прыгаем через книжки, но в то же время, во время первого прохода мы через этот уровень. Я через это самое, через норку не проходил. Возможно, это короткий путь. Говоря, кстати, о коротких путях. Знаю, что-то есть слева. А, слева вот такая отбека. Сделаю ли я прыжу к Вэре? Сделаю, конечно. Я прыжу к Вэре не оправдал себя. Совершенно. От слова. Потеряю ли я жизнь? Вот в чём вопрос. То есть, это та секретная арена. Слева была только для четырёх сыров. Жизнь я, к счастью, не потеряю. Но, в то же время, неприятный осадок остался. Потому что в предыдущий раз, когда в самом начале я забустился направо, там была и жизнь, и сердечко. А тут четыре куска сыра. Как-то это несерьёзно. Ну да ладно. Насколько я знаю, тут жизнь не перегофты. Большое жутя хит-бокс, товарищ. И тут жизни новой не будет, ведь? Так. Не, будет. То есть, это один способ уфармить жизни. Если мы захотим такого. Захотим или нет, это вопрос, действительно. Потому что можно тут брать жизнь, спрыгивать направо, возвращаться в хабворот и проворачивать схему. Вот тут я не специально сделал. Я почему-то подумал, что там налево. С какой-то причиной. Но, в любом случае, нашли ещё один из способов искать. облегчить жизнь чизи. Раз облегчить жизнь чизи, значит нам тоже. Что интересно, вот когда умираешь, эти жизни и сердечки вновь не появляются. Но когда спрыгиваешь вот так вот, то появляется. Задумка это или разрабов, или недочет. Это уж судить. Каждый, наверное, судит сам. Кроме разрабов, которые наверняка знают, если это спросить. Хочу еще жизнь. С другой стороны, сердечки у меня, напоминаю, не устанавливаются. Вдруг, что там еще одно сердечко есть по ним в жизни. Так что... А вот то, что эта фигня возвращается, мне не радует совершенно. Теперь-то это сердечко фиг восстановлю. Убиваем бяку. Получаем еще дополнительные жизни и сердечко. И, наверное, фармите сыр, можно все такое. Я слышу, что на первом уровне сыр тоже возрождается. Точнее, даже не слышал. У меня наверняка это происходило даже на камере. Во время записи это прохождение. Но... Я не задумывался использовать это как интимный способ нафармить жизни. Хотя, возможно, это было бы выгодно. Это вопрос сложный. С другой стороны, учитывая мою специфику ввода пароля, вопрос очень простой. Лучше нафармить жизнь за камерой. Если по ходу этой... Я получу еще гейм овер. То я, наверное, так и поступлю. Нафармлю жизнь сзади, чтобы можно было спокойно до конца уже его пройти. Это было бы, считаю, выгодно. В целом вопрос, который, по ходу всего прохождения, висит над игрой. Достой ли Чизи той самой 4 из 10 в той ненависти, которую получил при своем выходе первом? И вопрос этот весьма непростой. Опять же, с одной стороны, ничего сверх плохого в Чизи нету. Как бы, есть игры намного хуже. Намного хуже. Чизь даже не один из самых худших платформеров. Но. При этом иметь свою добрую толику неудобств, недостатков и прочего. Это более философский вопрос. Насколько, что есть плохая игра, что делает плохую игру плохой. Многие, наверное, скажут, что плохая, худшая платформер для PlayStation 1, это Jinx. Не потому, что он что-то не так сделал. И что-то в фундаменте... В Jinx есть особо такое, выдающееся плохое. Это самый стандартный платформер из всех стандартных платформеров, которые только могли быть сделаны. В Чизи нет ничего... Фу, в Jinx. В Jinx, если посмотреть геймплей его, то вроде ничего оскорбительного в нём нет. Но и ничего интересного тоже. Многие считают, что самое худшее, это что-то посередине. Что-то не слишком оскорбительное, но и не слишком хорошее. То есть, самый худший фильм, это тот, который не оставляет никаких эмоций, никаких впечатлений. Который просто взял и забыл. Вот. Я думаю, я просто пропрыгаю так, как пропрыгал предыдущий. Периодически стреляя по всему, что вижу. Поскольку раз уж я не могу не задумываться ни о чём, то зачем, собственно, задумываться? Если я, наверное, свалюсь со стола, мне придётся начать всё заново. Поэтому. Это было бы не самое приятное. Должен признать, эти этапы пока что достаточно безмозглые. Это самая безмозглая секция игры. Вот я, с одной стороны, говорю, что это безмозглая фигня. С другой стороны, я, наверное, сейчас умру. Наверное, это безмозглая фигня. Я подвинуться к книжке должен, ну или что. Указывать на книжку. Окей. Как бы стрелочки... На что-то указывают. Я не до конца понимаю, на что. Может, я должен на платформе, на эту... Использовать там хлеб, всё такое. Вот хлеб. Вот они книжки. И в самом деле. Это именно то, что я должен был сделать. Что же будет. За главной темой чизи. Окей. Глазики... В баночках. Не самое приятное изображение. Куда я должен идти? Налево или направо? Попробуй направо. Мне больно, от этой фиги не станет. Нет, не станет. Что любопытно. Пули стреляют дальше нашего угла обзора. Что значит? Здорово. С одной стороны. С другой стороны. Ух ты. Кострохоти. Сланы я зачастую очень часто по ходу от прохождения боевещей, которые я даже не знаю, что они там есть. Просто интуитивно прыгаю. Видимо, все-таки налево. А, ты возродился? То, что противники возрождаются, это как бы... С одной стороны, легко объяснимо. С другой стороны, одобрять мне это тяжело. Ух ты. Выстрелил влево, а ударил вниз. Вот так бывает. Не сказать, что я одобряю глаза в банке, но это тебе покажет, что наши владеи на самом деле страшные. Страшные бякаи, хорошо, что мы от него сбежали. Убил пчелу еще за экраном. Я очень часто убиваю фигню, которую, опять же, не вижу, повторюсь. Это нож. Очень много обещающего будет. Уверен, не наносит повреждения, с планом прыгнуть. Сейчас мы это выясним. А? Нет. Чисто декоративное. Я предположу, что эта фигня меня уйдет. Интересно, вот эти глаза-скорпионы. Это типа, во что главный злодей нас хотел превратить? По желанию. Не сбеги мы. Точнее, мы нифига не сбежали. Нас освободило. А, раскачивающаяся тарелка. Вот это выглядит. Да. Я смотрел, что тарелка не раскачивается. Решил, что безопасно идти. Но внезапный паучок меня в этом переубедил. Признаю, да. В игре есть несколько мерзких моментов. Если не мерзких, то как минимум неприятных. О'кей. Пружок веры. По-моему, я возвращаюсь туда. Типа, мне, собственно, не надо. Да. Вечная история. А, и это возродилось, видимо. Следовало ждать. Чего-чего этого следовало ждать. Еще она... И в звуковой эффект живет дольше, чем она сама. И это она природилась. Окей. Интересно, тараканчики... Это тоже проект какой-то злобного ученого? Или они просто, естественно, враг Чизи? О'кей. Теперь я готов к паучку. Паучок макеризован. Слизня тоже готов. Казалось бы, иди просто и стреляй. Вот если в этой игре можно было стрелять на ходу, наверное, это ее заметно было порастило. Существенно поупростило. То, что платформы, которые стоят очень маленькими, я, на самом деле, очень сильно молоку. Тарелочка безопасная. Тоже безопасная. И, кстати, мы близки к новому континью. Возможно, мы стали лучше в этой игре, либо она стала проще. Собственно, я... Чё-то рано обрадовался. Тут чекпоинтов пока не было. Что за страшная фигня. А, что я упомянуть. И вот он тут. Не одобряю я этого чувака. Последок нам появляется здесь ниоткуда, считай. В гури я наверх вернулся. Было бы приятно, если бы я мог. Окей, окей. Правда, тот чувак зародился опять. С этим чуваком у меня серьезные траблы. Хотя бы, что пчелы умирать чуть с меньших пультов. А, и тарелка тоже выродилась. Собралась, видимо, обратно. Пока я там стоял. Ну, чекпоинт. На самом деле, позволяет мне сделать прогресс. И еще 9 серов. Вот как уклониться от этого пацана. Я не совсем понимаю. Как я, кстати, промазал. Это было здорово. Профукл прыжок. Теперь хоть умирай, хоть и живи. Без разницы. Умереть было бы лучше. Поскольку до чекпоинта... То, что можно как бы упасть на более низкие ярусы... Это, с одной стороны, привлекольная фича. С другой стороны, я больше времени теряю. И было бы легче убить себя. А убить себя... Может, случайно, если пытаешься прыгнуть там вниз куда-нибудь... То рискуешь это... Выйти с этапа вообще. И начать все вообще заново. Это такой момент неприятный. Так что фича это чизи. Когда можно просто выплыть и попасть в хабворлд. Присвращается в некую неприятность. Я не совсем уверен, как проходить с этого чувака. Не получив ударов. Ох ты. Это я здорово сделал, да? Это я просто прекрасно придумал. Теперь, на самом деле, легче умереть. Чтоб стартануть чуть дальше. Так. Аппарат на кстатусу. Ого. Как от тебя не получить повреждений. Морковка. Это морковка, что ли? Ходячая морковка. Я не уверен. Потерял уже два сердца. И в этот раз... Давай будем аккуратными. У наших общих же интересов. То, что эта платформа такая маленькая, да... Меня... Не радует. Но... Данная секция пройдена. Тараканчик вот тут был. Что-то умерло за кадром. Что-то аж знать не хочется. С другой стороны, я зря называю это заглавной системой чизи, поскольку... Это ведь тема с уровня. Так что, возможно, у чизи нет заглавной темы. Сейф. Я так и не понял. Это летающая тарелка наш друг или нет? Почему он нам чекпонды делает? Это пони нам тайтлскрин проспондерил. Финал всей этой истории. Мы возьмем эту летающую тарелку и улетим на ней. Закинание телепорта, видимо, не срабатывает. Жизнь. Только у меня, опять же, нужен специфический способ играться. Либо я должен забуститься противника. Не верю, что от тараканчиков можно буститься. И опять мне придется сделать прыжок веры. А, нет, не придется. Все проще. Просто подойти на самый край лузер и посмотреть, есть ли слева вообще что-то. Если платформы в дальнейшем уровне не будут, еще меньше и меньше. Вот это было бы как минимум неприятно. Справа, если я пойду, там уверен я на ту жизнь напрочь, но я предпочел бы сделать прогресс. И, судя по всему, вот на эту нельзя просто так прыгнуть. Окей. Она выглядит как можно, но на самом деле нельзя. Шаг стрелять, шаг стрелять, шаг стрелять. Вот так и играем. Ау. Она не знает, морковку убьют, оттого как она меня навредит. Так. Я, наверное, не хочу справиться с той стороны. Там хоть и есть, вон, сердечко, но там я уверен. Обратный принцип круг делать. И кальчиков подобной фигни. Окей. Я сделал прогресс или регресс? Это мне не вопрос. Ну, пучка этого не узнаю. Наверное, какой-то прогресс. В какой-то странной форме. Тараканчик сквозь пол меня, я надеюсь, бить не может. Окей. Это мало чего удало. Прогресс справа, стало быть. Прогресс. Тут. В данный момент я был бы не прочь. Получить немного прогресс. Ага. Прыгай сюда. Так. Тарелка. О, боже. О, нет. Я узнаю этот паттер. Я вам не рада совершенно. Да. Да. Сейчас есть континью с одной стороны. С другой стороны, это все очень... Да. Прошу простить, но реагировать на это как-то... Мали проблематично. Ага. Я малю не успеваю реагировать. Все очень быстро возникает. Да. Тут я попутал паттерн. Так. Да-да-да-да-да-да. Если стенка слева, значит, будет в опасности слева. Стенка справа будет в опасности справа. Таковы законы, как я понял. Просто надо следить за стенкой. А вот это было мерзко. Это было реально мерзко. Должен признаться, это было очень-очень мерзко. Стенки, на которые мне ориентироваться не было. Просто там стоит свечка. Все-е-е-е-ди-ни. А, ты мне хочешь, чтобы я начал все вот это вот заново, да? Весь этот этап, и включали дальше тарелку. Окей. Чувствую, это будет проблематично. Очень проблематично. Поэтому на данный момент я просто поставлю паузу. Зи-энд. 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 Продолжение следует...